всем привет давно не виделись у меня для вас кое-что есть вы увидите как нападать на базу без единого воина как защитить строение от подкопа как быстро спрятать вард в кристалл как победить в дуэли одинаковых юнитов и даже как перепрыгнуть через ров это и многое другое нам покажут сильнейшие бойцы современности локел ру венте локел это активный боец в castle story официальный спидранер искатель багов и победитель турниров противостоять же ему будет его главный конкурент ру венте также участник турниров знаток современной меты и тот кто готов побороться за первенство в этом бою который кстати пройдет по новым правилам принятым в сообществе новой эры вот они на экране если кратко нужно создать перевес в две победы над противником при этом бои проходят каждый раз по разным правилам которые выбирают сами игроки по очереди первую карту у нас выбрал ру венте это ароси вэли а правила он выбрал простые никаких правил все баги разрешены нападать можно сразу и лишь ограничение по времени может остановить затянувшуюся партию но такие сильные игроки затягивать явно не станут и вот они сразу изменения локел копает землю вместо камней за два удара киркой по земле ты получаешь больше камня чем за пять ударов по камню всего 20 секунд и полная яма камней в твоем распоряжении отличный результат у локела недаром спидранер посмотрим на руэнты большое количество дерева на пеньках видим и сбор травы да он собирает траву да многие зрители моего канала знают что если идет быстрый сбор травы то дело пахнет лучниками хотят тут есть небольшие вопросы по но скорее всего он просто промахнулся по мини карте мы видим уже бойца ру венте который бежит базе локела события начинаются здесь же нет никакого мирного времени смотрите он прибежал а разрушать то нечего а верстаки то стоят у кристаллы их не подкопать естественно он законно получает тумаков от бойцов от локела и убегает до получил по морде тут мы видим по мини карте локел тоже бежит к врагу но еще не добежал так смотрим пока за ру венте но скорее всего спасет своего бойца да какие разрушения никаких разрушений не причинил он противнику рейд был пока пустой но наверное рановато отошел до локел тоже подходит сейчас уже очередь локела что-то тут но тут тоже особый можно только кусочек ткани украсть но это небольшая потеря пеньки подкапывать вообще смысла нет дерево уже добыто до на складе смотрите на складе уже есть и веревка и ткани это скоро будут лучники вот насколько скоро дуэль дуэль то в чем силен и локел и ру венте дуэль однотипных бойцов кто же победит ну тут и что-то тут на базе у локела кто тут ру венте сейчас подкопает печка смотрите как закопана печка у локела он ее поставил в земле чтоб нельзя было подкопать а ру венте хотел ее раскопать начало ну все он убегает убегает только посмотрите как классно закопана печка чтобы не было харасса рабочими так у бойцов было одинаково здоровье в начале а теперь у ру венте больше он под микрил и побеждает локела в дуэли это одинаковые бойцы абсолютно да смотрите очень много рабочих бегает по карте если поглядеть тут раз-два-три-четыре где-то тут еще бегал по моему да 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 огромное количество событий происходит в текущий момент времени интересный момент что ру венте сейчас производит материалы для комплектов лучников но не создает сами комплекты для того чтобы их нельзя было подкопать ой ой смотрите ру венте подвел человечка ждет в это время локел копает новую ямочку там наверное еще под одну печку смотрите пошел да пошел пошел ру венте копать сейчас будет нападать на печку подкапывать да пошел пошло задание на подкоп следующее два бойца сразу у урвент он сейчас подкопает печку локелу печка будет разу нет 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 не успевает подкопать встает в пустые места локел не дает ему раскопать место смотрите на сколько хорошо контроль не теряет бойца ру венте насколько хороший контролю ребят ни одного бойца еще не потеряли Да, 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 да. И Локил своего бойца отводит. Интересно, он что-нибудь тут сломал. Ну, вроде не видно. Видно, что комплекты, уже комплекты лучников готовы. Лежат у Рувенты. Он скоро будет, ему осталось только поставить стойку с оружием. Да, да, не теряет бойца. И у Рувенты не теряет бойца. На тоненькой уходит. Не смог он ему печку, тем не менее, разломать. А комплекты уже готовы. И стойка с оружием в ямочке. Эта ямочка была под стойку с оружием. Ее нельзя подкопать так же, как печку. Смотрите, какая интересная техника. Всегда, всегда были проблемы с тем, что стойки подкапывали. А тут их не подкопать. Уже второй комплект идет. Да, два копника уже готовы. Чего-то тут закапывает он. Или раскапывает. Закапывает. Еще сильнее закапывает он печку. Ее вообще похоронит в земле просто. Да, 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 да. Локил тем временем что-то тут... Не, ничего не поломал тоже. Но вот эти стойки, кстати, уязвимы. Эти стойки уязвимы. Но тут уже комплект собирается. В самый последний момент собирается комплект. И его можно надевать. Его можно уже надевать. У Локила еще один комплект копников готов. Еще один боец бежит к врагу. Да, уже пошло массовое производство войск. Да, да. Не смог, не смог, в общем, победить печку. Еще один. Еще одна шляпа. Печка работает по-прежнему. Да, еще один комплект. Еще один боец побежит к врагу. И все, подбегает. Но его встречают лучники. Да, да, да. Еще второй лучник выходит. Два лучника на два воина при поддержке бойцов, рабочих. Ой-ой-ой, не доконтраливает. Не доконтраливает лучника. Сейчас будет минус лучник. Вовремя снял. Вовремя снял бойца. Я бы тут, конечно, поставил на лучников. Чуть-чуть хпшечки осталось. Можно было добить битого. Вот чуть-чуть подконтролить бы. Да, да. Отбился, отбился в этот раз. Но сильно, сильно теряет в тайминг. Уже три бойца. Уже три бойца тут у противника. Да, он сейчас отрегенит хпшечку. Видите? Регенится хпшечка автоматом, пока стоит боец. Еще один комплект тем временем готовится у Локила. Сейчас будет еще больше воинов. Ару-вэл. Ару-вэл. Чего еще раз? Вылет, вылет. А, вылет, все, вижу. Сохраняю. Да, по-прежнему Касл вылетает частенько. Но, к счастью, есть возможность сохраниться и восстановить игру и продолжить с того же момента. Так, я загружен. Все остальные загружены? Да. Сразу начинает атаку Локил на базу. Смотрите, подкапываю задание на подкоп стоечек. Тут же лучники отходят. Лучников, лучников зажимает противник в его же складах. Ой-ой-ой-ой-ой. И нельзя, нельзя переключить лучника. Нельзя его увести. Зажат. Ну, да-да-да-да. Здесь минус в своих же складах. Он запутался. Можно было бы немножко против этой толпы чуть-чуть повоевать. Лучников разбежаться в сторону. Но здесь он зажат. Сам себя, по сути, он зажал. Вот здесь уже, конечно, минус. Рип. Очень много складов. Да, и вместе с остатками лучников сопротивление противника тоже быстро закончилось. Все меньше и меньше здоровья у бойца. Все, добито. Мои поздравления. Первый бой за Локилом. На, г-г. Уже после боя я узнал, что для игрока Рувенты закопанная печка была таким же сюрпризом, как и для нас с вами. Более того, при таких правилах игроки обычно вообще не строят ни печек, ни копников. Слишком легко уничтожить печку. А здесь Локил придумал, как ее спрятать. Кто теперь выбирает карту? Теперь я. Карты и правила. Правила два для просто подтаковать и сорок минут. Два варда для атаки и сорок минут на бой. Отлично принял. Карта? Карта... Тамара бедовая. Я загрузился, как у остальных загрузка. Все хорошо. Начинается, начинается такое же околостандартное начало, естественно. Все начинается с пенечков. Да, Локил сразу начинает копать место под печку. Давайте посмотрим. Это очень важный момент. В прошлом бою не все смогли заметить, как вообще идет выкопка под печку. Вообще, закопка Локила это отдельный момент. Отдельный важный элемент. Давайте посмотрим, как у нас. Зеркалочка. Очень похоже на зеркалочку. На зеркальную тактику. Смотрите. Ровенто тоже самое делает. Тот же обкоп стартового кристалла. Напомню, в этом бою нельзя нападать, пока не захвачишь два кристалла. Поэтому и билды у обоих игроков отличаются от того, что было в прошлом бою. Поскольку два кристалла нужно для атаки, можно не прятать печки. Печки пошли в поле. Да. Здесь нету быстрых набегов, но здесь есть обкопка кристалла. Кристаллы обкапываются. Печка первая пошла. Но еще нету добычи. Еще нету добычи железа. Железо только пошло копаться. Полторы минуты прошло. Да. Не самые быстрые тайминги. Смотрим, как у Ровента. А у Ровента уже печечка первая работает. То есть он уже принес и железо, и серу. Да, Ровента в этот раз немножко быстрее работает. Сера уже на второй запас есть. Первое железо пошло. Очень хорошо. Еще второй минуты нет. У Локила немножко помедленнее. Помедленнее, конечно. Но зато у него уже копья. Пошли мастериться. Да. Первое копье. Второе копье. Железо еще не выплавлено. Зато две печки работают у него. Проблема не в том, чтобы много печек построить. Проблема в том, чтобы они все работали. Алтарь. Алтарь пошел. Смотрим, кто у нас бежит. Кто у нас бежит. Локил бежит. Боец бежит в разведку. Посмотреть, что как происходит. Напоминаю, что атаковать нельзя. Это разведчик. Разведчик смотрит. Почему? Потому что сейчас, видимо, по мете захватывать вот этот вот стартовый кристалл. Он смотрит, смотрит за врагом, смотрит за вражеской базой. Чтобы нельзя было без его ведома увидеть, что он делает. Локил бегает, разведывает. Три печки работают у Рувента. Уже загрузил по полной производства. У Локила две печки и уже готовый алтарь. Первый вард уже готов. Все, готовится. Готовится сейчас по мете варды ставится внутрь кристалла. Вот поэтому пошел, пошел додобываться пенечек. Пошел уже человечек. Пошел человечек ставить в вард. Да, обязательно берется три доски и вард. Чтобы одновременно можно было засунуть вард в кристалл. Интересно, что боец остается сзади. Гораздо интереснее было бы сначала подвести и одного, и другого. Сторожит, сторожит позицию Локил. Смотрит, чтобы противника не видел. Алтарь уже есть. Ой-ой-ой, интересно, как сделано. Отгородил дверкой алтарь, чтобы нельзя его было быстро подбежать, сломать. И с другой стороны камушки. Очень интересный момент, очень интересное решение. Его нельзя просто так подбежать, подкопать. Но при этом с ним можно работать. Пошли строиться. Да, идет одновременно строительство планочки. И человек сейчас подойдет и скинет вард прямо в кристалл. По современной мете так и делается. Все. Вард внутрь кристалла, пошел захват. Вот он внутри. Если так хорошенечко посмотреть, вот он. И прямо изнутри кристалла он захватывает. Но при этом снаружи его не сломать. Первый кристалл у Локила пошел захватываться. Смотрим дальше. Локил бойцами побежал вперед. Раз, два, три. Три бойца. Держит оборону Рувента. Подбежал своими бойцами. Не дает захватить кристалл. Сломать он его этот вард не может. Но он может сделать так, чтобы не было захвата. Рувента, как мы видим, тоже готовится к захвату кристалла. И тем же самым способом. Та же конструкция деревянная. Тот же кристалл. Как мы видим, Локил пытается подбежать. Сейчас он может сломать. Не успевает, конечно же, он сломать. Да, теперь один на один. Один кристалл захвачен у Локила. Один кристалл захвачен у Рувента. Извлечь эти кристаллы отсюда уже очень сложно. Да, сейчас ломать-то уже бесполезно эту штуку. Друг напротив друга бойцы захватили кристаллы. Один кристалл у Рувента, один кристалл у Локила. И пошла заруба в поле. Вражескую базу атаковать пока нельзя. Пока по одному кристаллу захвачено. Но в поле уже можно вполне себе подраться. Да, здесь, конечно, преимущество по атаке гораздо больше у Локила. Но почему-то он не хочет драться. Не хочет драться. Пытается уследить за тем, чтобы не было следующего кристалла. А следующий кристалл уже пошел у Рувента. Он пойдет сейчас в другую сторону. Локил пытается сейчас этот момент перехватить. Переиграть. Естественно, Рувента подбегает. Подводит еще одного человечка. Даже двоих. Чтобы хватило возможности перестроить. Но доски ломаются очень быстро и очень легко. Есть шанс, что не сможет построить Рувента. Да, Локил пытается перехватывать. Перехватывать вражеские силы. Смотрим микроконтроль. Нормально. Отводит Локил бойцов. В этот момент притаился за углом Рувента. Притаился. Не показывает, не показывает, что он сейчас захочет захватить кристалл. Смотрим. Локил тоже идет захватывать следующий кристалл. Смотрите, они почти одновременно. Очень хорошо прям по таймингам идут. В этот момент идет захватывать кристалл Рувента. И сейчас же идет захватывать кристалл Локил. Спрыгивает вниз. Сейчас идет захват у Рувенты. Сейчас попробуем показать, да. У Рувента уже идет, все, скинул Рувента захват. И сразу же идет захват Локелом, кристалл. Если вот в этот момент его перехватить, будет очень неприятно. Все, 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 пошел, пошел человечек строить. Раз доска, еще доска, третья доска. Бойцы заняты микроконтролем. Все, сейчас получают право на атаку Рувенты. У него уже есть почти захваченный кристалл. Все, получают право на атаку Рувента. И сейчас Локел еще не дозахватил до конца кристалл. Будет оставаться возможность удерживать немножко. Но здесь Рувента будет привязан немножко к этому кристаллу. Пока здесь есть бойцы, он может базу дербыть, его база в безопасности. Не может Локел его атаковать. Чуть-чуть отстает Локел, буквально по таймингам совсем капельку. Но при этом Рувента не может отсюда отойти. Пока здесь есть бойцы, Локел не может нападать на вражескую базу. А Рувента может. Рувента уже может посылать бойцов, рейдить ему, ломать все, подкапывать, уничтожать, что угодно делать. Я думаю, что в ближайшее время сейчас это и пойдет. Да, один боец здесь остался сторожить кристалл. Чтобы не было заховато. А остальная бригада. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек уже пошли в бой. Шесть человек пошли в бой. Пошли месить лица. Микроконтроль. Микроконтроль. Локел пытается контролить. Нету стреляющего варда, ни одного. Ни одного стреляющего варда. Локел одного бойца возвращает, чтобы можно было строить. Отбил атаку очень хорошо на микроконтроле Локел. Но ему надо здесь бойцов уничтожать. Он хочет добить этого. Но не получится, не получится. Пять на пять. Есть шанс законтролить. Есть шанс победить. Если бы взял бы еще одного, то точно был бы шанс. Но здесь уже на грани. Здесь на такой тоненькой прям. Очень, очень, очень. Есть шанс потерять. Есть шанс потерять бойца у Локела. А Рувента не может отходить, потому что тут будет захват. Ой-ой-ой-ой. Сейчас можно потерять бойца. Можно потерять бойца. Но он будет пытаться бегать. Будет пытаться вытягивать, выбивать. Мы здесь уже не видим хпшечку, к сожалению, у бойца. Ой-ой-ой. Может потерять бойца Локел. Ему нельзя терять бойца. Нельзя ни в коем случае. Ну, мне кажется, здесь Локел может отбить себе место. Все-таки на таких забегах, когда теряются хпшки у обоих бойцов, больше преимущества будет у Локела. Наряняка даже не то, что преимущества. Ему он сможет удержать. Сможет удержать бойца. Сможет удержать кристалл. Чуть-чуть на тоненькой, на тоненькой не хватило. Буквально. Буквально чуть-чуть не хватило. Но здесь, здесь есть шанс Рувента просто проиграть. Все потеряно будет. Если он очень сильно вложится в эту атаку, есть шанс прям потерять бойцов. Да, теряет, теряет хпшечку, но не бойца еще пока. Сейчас может вернуться, могут вернуться бойцы у Рувента. А как писать о нарушениях правила? Чат. А, мне надо был чувак. Чувак пришел почему-то, когда меня увидел. Да-да-да. Я увожу. То я вот смотрю, что без чата, это как вообще оперативно говорить? Ну, просто чувак, войска заходит к этому флору. Я понял, я понял. Просто это получается не оперативно. Я вот, допустим, вот уже давно увидел, но... Как, как вот... Тебя я могу сказать, а ему нет. Штрафы за нарушение правил тут не предусмотрены, да? И если что-то сломал, то это все. Я понял. Тут ничего не сломал, но неприятно. А если просто отводишь на базу? Угу, я понял. Локил захватывает кристалл. Ой-ой-ой-ой, Рувента готов потерять бойца. Уже почти, да, все. Кристалл захвачен у Локилла. Вытягивает, вытягивает ситуацию на свою сторону, он потихонечку. Но долгое время кристалл у Рувента был захвачен. Он немножко получил больше очков. Немножко получил больше времени. Сейчас Локилл пойдет вперед в бой. У бойца еще больше хп. Он хочет уже догнать. Он уже имеет право заходить на вражескую базу. Много народу слил Рувенты. А Рувенты в противостоянии. Ой-ой-ой, сколько, сколько железа на складе. Вот это вот большая ошибка, конечно. Сейчас может быть за это... Все, он выкидывает. Он понимает, что нужно делать. Он выкидывает сейчас железо. Но Локилл уже здесь. Локилл уже здесь. Сейчас будет атака на кристалл. Да, все, он собирает всех бойцов. Но сейчас можно смотреть за микроконтролем. Судя по всему, тут у Локилла, конечно, больше бойцов. Прямо значительно. У Рувента шансов немного. Надо вооружать бойцов. Есть, есть комплект и есть шапка. Надо еще одного бойца обязательно вооружить. Здесь далеко он не убежит. Кристалл под атакой. На грани захвата. Вот этим бойцом надо спрыгнуть, чтобы получилось все. Ломаются, ломаются лица, ломаются комплекты. Уже сразу битый боец. То есть он пока бежал, пока хватал комплект, он уже получил урон. Здесь человек сидит для того, чтобы нельзя было захватить кристалл. Странно, что Локилл не ломает экономику. Здесь много железа. Много железа в стойках. Бежит Рувента. В свою очередь уже здесь что-то менять, что-то ломать. Но два бойца против четырех шансов особо нет. Даже несмотря на то, что здесь битые. Здесь, скорее всего, тоже хпшки он чуть мало. Те войны, которые возрождались, которые появлялись полностью, уже хпшку не показывают. У Локила нет здесь бойца, который будет удерживать захват. Поэтому ему надо постоянно подводить. Очень сильно битый. Очень сильно битый парень. Два на два. Причем тут один боец побитый, судя по всему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть шанс потерять у Локила еще одного бойца. Но тут скорость одинаковая. И еще четыре человека произошло в подкрепление, в подмогу. Посмотрим, посмотрим, как это будет продолжаться. Очень интересный, интенсивный бой. Двадцать минут уже прошло. Ребята возвращаются перегруппироваться. Не так давно здесь еще кто-то погиб, судя по всему. Возвращаются на перегруппировку, на подготовку, ребята. Возобновляется алтарь. Восстанавливается. Ломаются стойки. Для чего ломаются стойки, не совсем понятно. На стойках сейчас ничего нету. Ну да, хпшку стойка мы поснесли немножко. Неприятно. Но не критично. Какой-то забег стоечный. Ну да, вот он сейчас ломает. В принципе, неплохо у Локила обстоят дела. Он ломает экономику. Одну стойку. Если сломает там все стойки, ну, придется потратить какое-то дерево для того, чтобы их восстановить. При этом, да. У Рувента стоит, просто так захватывает кристалл. Но захватить его шансов особо никаких. Тут много, много в обороне ребят. Подбегает. Подбегает защита. У Рувента здесь 4 человека на... Смотри, несмотря на то, что Рувента здесь в меньшинстве, за счет более грамотного контроля, и за счет того, что Локил нападает не одновременно, у Рувента есть шанс забрать нескольких бойцов. Локилский. Но ему нельзя, нельзя отходить из круга. Пока он остается в круге, идет захват. Все, 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 нет. Все. Остается он в круге. Здесь был уничтожен боец Рувента. Чуть-чуть передержал, пережадничал. Ой, еще один. А еще одного бойца потерял. Но это ошибки, конечно. На низких хпшках Локил уходит. Остается в живых. Уже второго бойца теряет Рувента. Раз, два. Вторая душа полетела. Здесь уже преимущества у Локила очень серьезные. Сейчас пойдет атака. Да, 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 да. Копает, копает землю Рувента. Зачем? Непонятно. Что он хотел этим сделать? Видимо, камушков не хватает каких-то. Ну, Локил просто ломает все остальное. Не совсем понятно, для чего копает землю Рувента. Возможно, для того, чтобы нельзя было поставить камушек и перейти, сделать мостик. Простой. У Рувента еще один боец на смерть отдан просто. Ломает всю экономику противнику Локил. Но здесь уже, мне кажется, так. Последнее, последнее дыхание. Сейчас, если вся экономика будет уничтожена, тут шансов для камбэка немного. Да, можно оттянуть время, если вот эти ломаешь кубики, то мост будет не построить. Но все равно, все равно это все на тоненькой, на грани. При этом, при этом Рувентес сохраняет возможность атаковать вражескую базу. То есть можно прибежать так же бойцом и что-то там сделать, что-то поломать. Да, здесь, конечно, это вот такой вот момент бегания. Оно уже ни к чему хорошему в любом случае не приведет. Просто время затягивает. Локил при этом сейчас может построить спокойно мостик. Деревянный чопик. Постоянно возрождаются бойцы у Рувента. Что тут делает Локил? Да, вражеский крестьянин, который подбежал и наломал стойки. Тоже слит. Ну, сейчас будут, возможно, суицидальные атаки на вражескую базу. Что, в общем-то, в этой ситуации может сделать Локил? У него здесь есть боец. Которого пытаются уничтожить Рувента. Есть рабочий. Которым можно построить мост. Вот если сюда положить кирпич, то можно будет пройти к вражескому стартовому кристаллу. Поуничтожать здесь бойцов. Да, что мы видим. Вот пенечек. И еще один пенечек. И можно будет сделать переход. Можно будет сделать проход. Боец пытается это сделать. Пытается забить вражеского работника Рувента. Мало хатошечки у работника. Надо его сейвить. Естественно, ломает все попытки сделать мост. Здесь можно просто положить камень. Вот камень кладется по диагонали. И все, он сразу дает проход. Тут не надо ничего, никаких пенечков. Просто камень. Обычный камень. Двухклеточный. Его можно либо принести с базы, вот этот вот камушек положить, либо там прям построить. Строится камень, сразу строится переход. Да, видимо Локил уже пытается добывать камушки, чтобы была возможность поставить проход. А, все ясно. Он пытается перепрыгнуть. Но при этом, смотрите, Рувента контрит эту попытку перепрыгивания. Ай-яй-яй, смотрите, какая интересная система. Уже пошли баги. Уже пошел жесткий багаюз. Для того, чтобы... Для того, чтобы перепрыгнуть, есть возможность использовать этот вот прыжочек. Вот, смотри, да. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, Рувента, вы так смотрите, как он пытается стопать его. Ну, надо еще просто одного рабочего привезти. Сейчас будет прыжок. Нет, нет. На грани, на грани, да. Пытается помешать вот этому прыжку Рувента. Да. Ну, тут вариант, либо... Да, еще один человечек подошел у Локила. У Локила есть оборона, чтобы здесь не наломали. Ну, да, сейчас печку сломают. Нет, мне даже не сломал печку у Рувента. Допрыгнул, допрыгнул. Мы не углядели, допрыгнул здесь человечек. Да, все, у Локила есть боец, который начинает ломать кристалл. Все, пошел второй прыжочек, мы видели. Да. Да, последняя хп-шечка. Мои поздравления. Спасибо. Ну, как тебе, Бои? Очень хорошо. Последние вот эти вот моменты со стопами, это вообще такая вещь была, такая грязь просто. С какими-то именем? Ну, имеется в виду, когда ты пытаешься пропрыгнуть через своего бойца, а он стопает, он этого черчила своего подводит. Просто это... И ему повезло, что он заспланился именно с этой стороны вовремя. Я хотел... Да-да-да-да, прям-прям. Переликеть. У Рувента будет мнение вообще по бою, по результатам? Он пишет, слился хорошо. Не-не, очень-очень, прям на тоненькой. У него столько было шансов победить. Настолько хорошо все было. Вторая игра, да. В этом видео вы увидели много новых приемов. И, конечно же, у нас есть еще. Если заинтересовало, ставьте лайк, пишите комментарий и ищите нас на разных платформах. Все ссылки будут в описании. А когда же это видео ждать вообще? Ну, а на этом все. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Пока.